Здравствуйте! На всю Владимирскую вещах телерадио компании «Губернии 33» в студии Александр Козлов. Мы выходим сразу в двух форматах. На телеканале «Домашний» и в эфире радио «Дача». Его частота 107,9 FM. Там идёт аудиоверсия программы. Также запись программы можно найти на нашем сайте, его адрес сети интернет trc33.ru. Начнём понемногу. Сегодня в студии программы «На всю Владимирскую» начальник управления пенсионного фонда в городе Владимире Людмила Колпакова. Людмила Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Почему? Пригласили мы Людмилу Михайловну, естественно, неспроста. Дело в том, что с 2015 года в России действует новая схема расчёта трудовых пенсий. Отныне, Людмила Михайловна, если что, вы меня поправите, каждый работающий и рассчитывающий на получение в дальнейшем пенсии будет копить баллы. От того, насколько успешным будет это накопление, будет зависеть размер его пенсии. Правильно я понял суть изменений? Правильно. Но можно сказать проще. Значит, сегодня будет зависеть пенсия каждого человека от трёх составляющих. В первую очередь это стаж работы, второе – заработная плата и его возраст. Вот три главных составляющие, которые сегодня необходимы для назначения… Возраст имеется в виду выхода на пенсию. На пенсию, да. Значит, ну вот с 1 января, вы правильно сказали, с 1 января 2015 года ввёлся совершенно новый порядок формирования пенсионных прав каждого гражданина и новый расчёт пенсии, так называемая новая пенсионная формула. В чём же она заключается? Она заключается в первую очередь в том, что у нас теперь появилось совершенно новое название – это индивидуальный пенсионный коэффициент. Или по-другому это называется пенсионный балл. Пенсионный балл – это то, что рассчитывается сегодня за каждый отработанный трудовой год гражданина. То есть баллы начисляются за стаж? За стаж с учётом заработка человека. То есть заработок здесь будет играть очень большую и значимую роль. И чем больше будет заработная плата, тем больше будет пенсионный балл. И вот здесь хотелось бы как раз сказать и о том, что люди должны понимать, что заработная плата должна быть обязательно белая. Если люди получают в конвертах, то на хорошие пенсионные баллы они могут не рассчитывать. — Людмила Михайловна, вообще всё, что касается пенсионной системы и схемы начисления пенсий, для большинства людей я к этому большинству тоже отношусь. Это прям вот, извините, уж темный лес. Мы сегодня вышли на улицы города, наши корреспонденты, решили узнать, одни ли мы такие или нет. Мы провели опрос, мы спросили у людей, следят ли они за судьбой своих пенсионных накоплений, делают ли они, предпринимают ли они какие-то шаги для того, чтобы эти накопления увеличить. Давайте посмотрим, что нам ответили люди, а потом мы вернёмся к разговору. — Скажите, задумались ли о пенсии? Вообще этим вопросом интересовались, как происходит накопление вообще? — Ну, интересовалась, но недотошно. То есть мысли об этом есть, но пока ещё не прорабатывала этот вопрос. — Полгода с июля месяца на пенсии. — А каким-то образом вы, не знаю, планировали, какая пенсия? Страховая, накопительная? Были предложения какие-то? — Нет-нет, я обычная, обычная государственная пенсия, страховая и всё. — Страховая, да? — Да. — А были ли предложения каких-то частных компаний? — Были, были, были. Но я что-то не верю этим частным компаниям, я решила положиться на государство. — Лучше, наверное, всё-таки частных. Ну, половину на половину, я бы даже сказал так, если была бы такая возможность. То есть, допустим, вся там в частных, ты их контролируешь, смотришь, как они работают, не понравилось, другую перевёл. — А сейчас, ну, если, опять же, государство будет гарантировать это. — Даже пока не думал, даже, честно, не знаю даже. Ну, не думал над этим. Ну, вот подробно. Так задумывался, но чтобы какая накопительная, какая страховая, не думал. — Ну, вот такие вот ответы мы получили. Я ведь не случайно в самом начале нашей беседы спрашивал у вас, понял, правильно ли я понял, в чём сути вот этих нововведений. Потому что на самом деле очень запутанный. С одной стороны, вот пенсия — это то, что интересовать должно каждого, всем на пенсию выходить. С другой стороны, мало кто в этом что понимает. Вот у меня к вам просьба. Давайте мы сегодня с вами попытаемся максимально просто вот эту тему даже разжевать вот так вот, чтобы люди поняли, что же это за пенсионные баллы. Итак, начало мы уже с вами положили. Балл начисляется за стаж. — Да. Можно ли назвать какую-то, ну, конкретно, вот один балл — это один год? Или там по-другому как-то соотношение? — Нет, немножечко по-другому. Но давайте мы немножко подойдём издалека для того, чтобы понимать, что такое пенсионный балл. Всё-таки мы начнём ещё раз и сначала, да? Значит, мы давайте всё-таки поговорим о том, что же сегодня меняется. Меняется в первую очередь, трансформируется у нас трудовая пенсия. То есть как таковая трудовая пенсия у нас теперь делится на два вида. — То есть раньше была из трёх частей? — Трудовая пенсия, которая состояла из трёх частей. — Давайте перечислим. — Фиксированный размер. — Базовая. — Да, ну, базовая часть, страховая часть, накопительная часть. И всё это составляло трудовую пенсию. Теперь всё это трансформируется на два вида пенсии. То есть теперь у нас с вами будет страховая пенсия и накопительная пенсия. То есть у нас вот эта часть накопительная, которая была, она уходит в самостоятельный вид пенсии. У нас будет теперь только накопительная пенсия. И это будет касаться, конечно, граждан 67-го года и моложе, потому что именно они имеют сегодня право на накопительную часть пенсии. Но давайте мы поговорим всё-таки с вами о расчёте страховой пенсии. — Это именно к ним, Павел, относится? К страховой пенсии? — Да, именно к страховой пенсии. Так вот, для того, чтобы мы сегодня с вами поговорили и поняли, что же и как будет рассчитываться у нас сегодня страховая пенсия, мы должны понимать, что для этого, как я уже и повторюсь вам ещё раз, человек должен сегодня иметь определённый возраст. То есть это женщина 55 лет, мужчина 60. — По ходу сразу сказать, не будет у нас повышения? — Да, вот я и хочу как раз заметить вам, что вы видите, сегодня повышения пенсионного возраста у нас с вами не происходит. Второе условие — это обязательно необходимый стаж для того, чтобы была назначена страховая пенсия. Вот если мы с вами до 2014 года включительно нам необходимо было для назначения пенсии не менее 5 лет, то с 1 января 2015 года меняется. Теперь будет необходимо не менее 15 лет трудового стажа, чтобы они могли назначить страховую пенсию данные граждане. Но у нас существует будет переходный период, так называемый переходный период, и с 2015 года будет необходимо только 6 лет минимального стажа, и по году будет прибавляться в течение 10 лет поэтапно. — То есть те, кто будут в 25-м выходить на пенсию? — В 25-м. Вот им уже будет необходимо не менее 15 лет трудового стажа, иначе они просто право на страховую пенсию иметь не будут. Вот это трудовой. Значит, стаж — это второе условие. Третье условие. И вот как раз мы сейчас подходим с вами к пенсионным баллам. Сегодня необходимым условием, третьим условием, будет являться необходимо заработать не менее 30 баллов за свою трудовую деятельность. Не менее 30 баллов. И вот здесь как раз я бы хотела сказать, что в полной мере это тоже будет действовать, начиная только с 2025 года. А в 2015 году надо будет заработать не менее 6,6 баллов. То есть вот дается именно, вот это везде переходный период у нас с вами. — Людмила Михайловна, извините, пожалуйста, вот в 2015 году нужно будет заработать не менее 6,6 баллов. — 6,6 баллов. — То есть это за год нужно будет заработать? — За всю трудовую деятельность. — За всю трудовую деятельность. — То есть если я отработал уже 10 лет, мне с них тоже какие-то баллы придут? — Ну, конечно, конечно, мы все это будем рассчитывать, мы будем все рассчитывать. Поэтому я и хочу сказать, что вот этот новый закон о страховых пенсиях, который у нас вступил в силу с 1 января этого года, он сегодня в полной мере заработает только для тех, кто в 2025 году приступит к своей трудовой деятельности. Поэтому для нас сегодня мы с вами только в переходного периода работать. И поэтому смотреть как бы сильно и рассчитывать свои баллы, может быть, вам и не надо так сильно задумываться на эту тему. Почему? Потому что мы с вами постепенно, постепенно, постепенно будем переходить на вот эти баллы. Но хотелось бы сказать, что баллы сегодня будут не только за трудовой стаж, они сегодня еще будут у нас и за социально значимые периоды жизни человека. То есть это за такие периоды, как служба в советской армии. Это время ухода за ребенком-инвалидом с детства. Или уход за престарелым старше 80 лет. Это время ухода за ребенком до полутора лет. То есть вот такие периоды, они будут социально значимы. И даже для них, у них балл будет больше, чем за трудовой стаж. — Я когда готовился, я еще встречал такое понятие, как годовой пенсионный коэффициент. Это то же самое, что балл? — Да, но это можно называть как индивидуальный пенсионный коэффициент. А еще у нас есть название, к которому мы сейчас с вами придем. Стоимость пенсионного балла. То есть мы с вами набираем баллы. Вот мы в течение жизни с вами работаем, зарабатываем. Имеем стаж, отчисление производят 22% сегодня в пенсионный фонд. Получаем заработную плату, трудимся, нарабатываем стаж. И у нас с вами собираются пенсионные баллы. Но как можно рассчитать пенсию, имея только пенсионные баллы? Для этого у нас появилось с 1 января 2015 года такое название. Стоимость пенсионного балла. Оно устанавливаться будет ежегодно правительством Российской Федерации. И вот с 1 января сегодня стоимость пенсионного балла 64 рубля и 10 копеек. Вот образно, чтобы люди понимали. В течение всей трудовой деятельности они работают, получают зарплату. Получаются пенсионные баллы. Формируются пенсионные баллы за их трудовой стаж. И когда они будут выходить на пенсию, все эти баллы суммируются за весь его трудовой стаж. И умножаются на стоимость пенсионного балла в период выхода на пенсию. В период выхода, то есть не тогда, когда этот балл получался, а тогда человек выходит на пенсию. Вот сегодня люди, которые уходят в 2015 году на пенсию, им уже пересчитали мы сегодня по новой формуле. Мы насчитали им баллы и умножаем им пенсию на стоимость пенсионного балла на 64 и 10. Вот это так называемая страховая такая часть. Страховая, да? То есть предполагается, что стоимость пенсионного балла, чем дальше, тем она будет повышаться. Обязательно. Ежегодно. Это будет устанавливаться ежегодно правительством. И каждый год у нас стоимость пенсионного балла будет повышаться. А вы вот не исследовали, наверняка хотя исследовали. То есть вот по конец 2014 года у нас была одна система расчета пенсий. Сейчас начала действовать другая. И если взять одного и того же человека и его в разных схемах просчитать пенсию, она сопоставима будет? Вот вы как раз задали очень хороший вопрос. Почему? Потому что я хотела дальше об этом рассказать. То есть сегодня все те, кто уже сформировали свои пенсионные права, которые уже находятся на пенсии, сегодня мы их всех переконвертировали уже на баллы. То есть мы всем сегодня с 1 января 2015 года пересчитали их пенсию. И, уверяю вас, никто не на сегодня... Это имеется в виду еще не вышедшие на пенсию? Нет, те, кто уже на пенсии. Кто уже на пенсии. Они у нас сегодня уже работают, получают свою пенсию по новому закону, по закону 400 о страховых пенсиях. И сегодня, уверяю вас, никто из них меньше не получает. Это мы не говорим об индексации. Нет, это мы не говорим об индексации. Это не индексация, потому что индексация в соответствии с законом у нас с вами будет производиться только с 1 февраля, начало индексации. А в январе мы с вами просто перевели людей по новому пенсионному законодательству в соответствии с новым законом на другой расчет пенсии, по другой пенсионной формуле. И сегодня люди получили даже немножечко повыше, ну, немножечко совсем, но повыше почему? Потому что у нас увеличилась фиксированная вот эта часть пенсии. То есть мы с вами говорили про баллы, про стоимость пенсионного балла. Это как бы основа, да? То есть мы сложили стаж, мы сложили зарплату, образовали пенсионный балл. Вот я уже, так сказать, совершенно тривиально рассказываю, да? Значит, мы сложили и получили пенсионный балл за все периоды трудовой деятельности. Умножили, кто ушел в 2015 году, на стоимость пенсионного балла. Так. И приплюсовали к этому, к этой сумме фиксированную выплату. Что такое фиксированная выплата? Ну, она сама за себя уже говорит. То есть сегодня государство фиксировано каждому человеку, уходящему на пенсию, предполагает выплату вот этой фиксированной части. У нее, видимо, размер какой-то есть. И она составляет сегодня у нас, вот на 1 января 2015 года, 3935 рублей. И уже к этим 3935 рублям мы добавляем деньги, собранные с помощью баллов. Да, правильно вы понимаете. Вот вам и расчет новой формулы. То есть как бы это, в принципе, легко просчитывается. У меня вот тут какой, видимо, дилетантский вопрос, но он у меня есть. Вот смотрите, я правильно понимаю, что максимально за год можно получить 10 баллов. Сейчас стоимость балла 64. 6,6. Ну, 64 это стоимость пенсионного балла. Стоимость пенсионного балла. То есть получается, что за год к своей пенсии, ну, просто максимум мы берем, да, 64 там с чем-то и... Нет, вы должны понимать, мы сегодня к вам, вы не уходите на пенсию сегодня в этом году, и мы к вам стоимость пенсионного балла не применяем. Мы сегодня с вами просто зарабатываем себе пенсионные баллы. И пока вы не вышли на пенсию, вы просто будете продолжать зарабатывать эти пенсионные баллы. А вот стоимость пенсионного балла мы применим вам в тот период, когда вы уйдете на пенсию. Вот это вы должны понимать. То есть сегодня вы должны быть озадачены одним. Зарабатыванием стажа трудового и, конечно, получением белой зарплаты. И зарплаты, конечно, вот желательно, чем выше зарплата, тем выше будет пенсия. Вот мы уже этой темы касались, граждан, которые родились до 66-го года, и граждан, которые моложе, которые родились после 66-го года. На них, как вот эта вот бальная система, по-разному скажется? Ну, как мы начали с вами говорить, дело в том, что теперь у нас будет с вами страховая пенсия и накопительная пенсия. Для понимания, чтобы наши граждане понимали, сегодня каждый работодатель, где человек работает, отчисляет за каждого человека в пенсионный фонд 22%. То есть с каждого рубля 22 копейки в пенсионный фонд. Да, 22%, да, то есть из фонда оплаты труда. И из них 16% идет на страховую часть пенсии, вот как раз про ту пенсию, о которой мы с вами говорили, и 6% у нас идет на накопительную пенсию. Вот и сегодня как раз для граждан 67-го года и моложе надо подумать об этих 6%, которые сегодня уплачивает за них работодатель. Вот сегодня человек 67-го года и моложе должен для себя принять решение, и у него осталось на это всего год. До 31 декабря 2015 года. Что же он хочет сделать с этими 6%? Если он хочет сегодня собирать и накапливать себе накопительную пенсию, то он должен об этом обязательно заявить. То есть что под этим подразумевает, что человек собирает свою накопительную пенсию либо во внешнеэкономбанке, который от государства действует, либо в негосударственном пенсионном фонде. Вот это имеется в виду. Да, конечно. То есть сегодня человек должен для себя принять решение. И сегодня государство еще дало срок пока подумать. Потому что до конца 2015 года. Почему? Потому что сегодня негосударственные пенсионные фонды у нас проходят большую перерегистрацию. Они меняют свой правовой статус. И поэтому сегодня пока денежки у нас, деньги пенсионеров не поступают. Они пока у нас гарантированно лежат в пенсионном фонде. Но вот за этот период времени остался только год. Вот здесь действительно человеку нужно продумать и принять для себя решение. Если он хочет иметь кроме страховой пенсии еще и накопительную пенсию, то в этом случае он должен распорядиться этими 6% и обязательно прийти в пенсионный фонд, к нам, территориальные пенсионные фонды, там, где он проживает, и написать заявление, что он хочет пойти и обрать свои деньги, направить туда-то, туда-то и туда-то. А вот судьба вот этого человека, по двум путям мы пойдем. Вот он пишет заявление о переводе накопительной пенсии своей в Негосударственный пенсионный фонд. Вот он не пишет, и все остается у вас. У него как-то с баллами взаимоотношения меняются? Да, меняются. Ну вот давайте мы закончим сначала про все-таки эти 6%. Мне хотелось бы просто обязательно людям об этом довести, потому что сейчас очень много сомнений у людей, понимаете? Будируются слухи о том, что кто-то забыл, кто-то не успел написать, и все, теперь крах, понимаете? Нет, ничего подобного. Есть у нас сегодня, у наших граждан еще целый год, которые должны для себя принять решение, что же они хотят. Если они хотят, кроме страховой пенсии накопительную, значит, они должны прийти к нам написать заявление. Если они не хотят ничего, к сожалению, у нас сегодня таких очень много, то тогда автоматически эти 6% уйдут на страховую пенсию. То есть и все 22% в полном объеме будут перечисляться только на страховую пенсию, и человек не будет иметь права на накопительную пенсию. И поэтому сегодня граждане, они молодые, должны для себя принимать решение обязательно. Если человек пришел к нам и написал заявление об отказе на накопительной пенсии, то есть он решил, что эти 6% надо перевести на страховую пенсию, то в этом случае у него будут зарабатываться полные баллы. Если он получает хорошую зарплату, если он получает у него хорошие, значит, сегодня заработки, то он в год может спокойно заработать 10 баллов. Спокойно, да? Если же он перечисляет какие-то денежные средства, все-таки 6%, он уводит на накопительную пенсию, то в этом случае максимально, сколько человек может заработать за год, это 6,25 балла. А есть какой-то размер совокупного годового дохода, при котором максимальное количество баллов это получается? Да, значит, сегодня в соответствии с законодательством, это тоже ежегодно у нас обязательно устанавливается, есть именно налогооблагаемая страховая база, с которой у нас заработная плата, с которой идет отчисление страховых взносов. Вот сегодня, с 1 января 2015 года, она составляет 711 тысяч рублей в год. То есть вот именно 711 тысяч в год заработал, он заработал уже точно 10 баллов, этот человек. Это имеется в виду без отчислений, то есть вот отклад. Да, без НДФЛ, безо всего, это его полная заработная плата, без отчислений как бы в НДФЛ, да, то есть такое без отчисления. То есть вот 711 он заработал, тысяч рублей в год, это точно уже 10 баллов. 10 баллов. Да. Понятно. Можно ли где-то посмотреть, как все это происходит? Я вот слышал, что есть, вы запустили такой сервис, личный кабинет застрахованного лица, это вот там? Сегодня уже запускается совершенно новый электронный сервер, который называется личный кабинет застрахованного лица. Так. Этот сервер у нас также на официальном сайте Пенсионного фонда России. Как только человек зарегистрируется или на сайте госуслуг, или, значит, пройдет регистрацию единой системы идентификации, то в этом случае он уже зарегистрируется, он получит свой индивидуальный номер, он будет работать в своем личном кабинете. Что же сегодня он может увидеть? Вот сегодня это для людей предпенсионного возраста и вообще допенсионного возраста. Я бы так сказала, что каждому, наверное, надо обязательно зарегистрироваться. Почему? Потому что он интересен. Вы можете сразу увидеть, сколько же у вас сегодня заработанных ваших пенсионных прав, какой у вас трудовой стаж, какая у вас сегодня отчисления идут из вашей заработной платы. То есть таким путем вы можете проверить своего работодателя, а все ли он за вас отчисляет, все ли он за вас сегодня сдает. И вот это вы увидите в первую очередь. Еще раз давайте. То есть нужно зарегистрироваться на сайте госуслуги. Да. Но вот у нас сейчас опытную эксплуатацию этот сервер прошел. И в ближайшем будущем, вот буквально в ближайшем, мы ожидаем, что вот в начале февраля, значит, мы уже можем работать в этой системе. И вот кроме этого, кроме того, что я вам перечислила, там у нас еще находиться будет и персональный пенсионный как раз калькулятор, где вы, граждане предпенсионного возраста, до пенсионного возраста, можете предполагаемо уже понимать, сколько вы заработаете за год, да, и просчитать себе свою будущую пенсию. Можете просчитать баллы в 2015 году. То есть все это будет вас именно называть, так это называется, персональный калькулятор, пенсионный калькулятор, да. Кроме того, этот сервер будет вам давать возможность мгновенно формировать и делать выписку из вашего индивидуального лицевого счета. То есть все, что сегодня, да. Уже можно с этим бумажечкой прийти к работодателю и сказать. И спокойно сказать, да, посмотрите, что уже вы заменяли. Официальный документ, фактически. Да, да, да. Людмила Михайловна, у нас с вами совсем немного времени остается. Вот два вопросика, которые обязательно нужно нам еще с вами проговорить, пока есть время. Индексация пенсии в этом году какая будет? Значит, ну, сразу, чтобы было понимание. Индексация пенсии будет обязательно. И первая индексация, которую мы с вами ждем, это с 1 февраля. С 1 февраля 2015 года у нас будет очередная индексация пенсии. Значит, для понимания всех граждан, что же будет у нас сегодня индексироваться? Индексироваться у нас будет фиксированная часть и стоимость пенсионного балла. Вот как раз она у нас составляла 64,10 рублей. 64,10 рубля, стоимость пенсионного балла. Вот эта сумма будет проиндексирована и фиксированная часть. А на сколько? А на сколько мы с вами, скорее всего, узнаем в конце января месяца, потому что будет подписан указ, скорее всего, на фактический рост потребительских цен. То есть на тот уровень инфляции, который сегодня фактически у нас сложился. Потому что, в принципе, в пенсионном фонде у нас сегодня заложено было 7,5%, но мы с вами понимаем, что сегодня рост инфляции намного выше. Поэтому мы просто сегодня ожидаем тот процент, который будет установлен сегодня правительством. То есть индексация будет? Обязательно. Она будет на уровень инфляции вот в феврале, а дальше в течение года? Значит, дальше у нас следующая индексация будет для социальных пенсий, и она у нас будет в апреле месяце. В апреле месяце. То есть здесь мы будем уже индексировать социальные пенсии. И, кроме того, в апреле месяце на 5,5% будут проиндексированы у нас ежемесячные денежные выплаты. То есть это те выплаты, которые мы сегодня выплачиваем нашим федеральным льготникам. Людмила Михайловна, у нас сейчас время губернских новостей. Мы затронем только некоторые из них, а с полной новостной картинкой дня. Мы можем познакомиться на нашем сайте. Его адрес сети интернет trc33.ru. Итак. Дефицита соли во Владимирской области нет. Слухи о пропаже соли из магазинов возникли из-за действий Роспотребнадзора. В нескольких регионах он порекомендовал торговым сетям изъять из продажи украинскую и белорусскую соль. Такие меры обычно принимают, когда обнаруживается некачественный продукт. Действительно, в ряде областей проверки показали, что соль нескольких производителей из Белоруссии и Украины содержит примеси, а также не соответствует стандартам по цвету, запаху и вкусу. Во Владимирском Роспотребнадзоре нам сообщили, что никаких требований об изъятии соли из продажи не получали. Однако проверку тоже провели, и нестандартных проб пока не обнаружили. Так что дефицит соли владимирцам не грозит. Людмила Михайловна, вы как хозяйка, как мама, бабушка наверняка тоже ходите по магазинам. Как вы обычно реагируете на такие слухи, что гречка пропадёт, бананы подорожают, соль исчезнет? Ну, вы знаете, конечно, неприятны вообще эти слухи. И я вообще считаю, что это раздувание идёт слухов ни к чему. Я и сама, и своих работников я всегда нацеливаю на то, что не надо устраивать ажиотажа. Всё будет нормально, всё нормализуется и всё восстановится. Чем больше идёт ажиотаж, тем больше, к сожалению, пустеют полки. И чем выше цены. Конечно, тем выше цены. Поэтому, когда начинался ажиотаж по гречке, мы даже собирались, и я рассказывала сегодня работникам, что не надо сегодня набирать, она всё равно не нужна. Её много не скушаешь. Так и с солью. Я думаю, что это просто опять раздувание слухов. Но соль ты действительно много не скушаешь. Да. Продолжаем. На железнодорожной станции Александров сегодня ночью спасатели ликвидировали утечку аммиака. На данный момент угрозы для жизни людей нет. Разгерметизация железнодорожной цистерны случилась на одной из станций Александровского района. На место выехали 62 сотрудника МЧС. Было задействовано 23 единиц техники. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать жертв и пострадавших. Состав с аммиаком быстро отбуксировали, утечку обезвредили. Причиной разгерметизации могло стать избыточное давление в заливной горловине цистерны. Ну и напомню, аммиак – сильно действующее химическое вещество, которое способно вызывать отек легких, а также тяжелое поражение нервной системы. И в завершение. Во Владимире появился социальный магазин под названием «Доступные продукты». Он открылся по адресу улицы Батурина, 21. Торжественное открытие магазина состоялось сегодня. Инициатором его создания выступил Владимирский хлебкомбинат. Как рассказал его управляющий Владимир Шинаков, идея открытия такого магазина еще в декабре обсуждалась на встрече с губернатором Светланой Орловой. В итоге продукция хлебокомбината в магазине «Доступные продукты» будет на 5-6 рублей доступнее, чем в других торговых точках города. К примеру, батон «Дачный» и «Буханка» Дарницкого здесь стоят 22 рубля за штуку. Социальный магазин в рамках нашего торгового дома подразумевает, естественно, торговлю всеми видами изделий, которые производит наше предприятие. Но, естественно, практически мы работаем здесь без наценки. Ну, еще добавлю, что открытие «Доступных продуктов» – проект «Пилотный». Если горожане его оценят, появятся и другие подобные магазины. Людмила Михайловна, вы как к таким инициативам наших бизнесменов относитесь? Вы знаете, очень хорошо отношусь. Почему? Потому что я постоянно работаю, это моя работа сегодня с нашим старшим поколением. И, к сожалению, у нас из них много малоимущих. Поэтому вот такие магазины, они реально будут сегодня очень хороши для наших пенсионеров. И я думаю, что спрос на такие магазины у нас в городе, по крайней мере, будет точно. Я даже думаю, что туда не только малообеспеченные люди будут заглядывать. Да, конечно, конечно. Да. Я напоминаю, что гостем программы «На всю Владимирскую» сегодня была начальник управления пенсионного фонда в городе Владимир Людмила Колпакова. Людмила Михайловна, вам большое спасибо. Я думаю, что это не последняя встреча. Надеюсь. По вашей теме можно говорить бесконечно. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи на телеканале «Домашний» и в эфире «Радио Дача». Следите за своими пенсионными накоплениями, просто потому что это ваши деньги. От вашего внимания зависит, насколько радостным будет для вас ежемесячный визит почтальона после выхода на заслуженный отдых. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОМПЛЮС.